До возведения моста Троицкого Петроградская сторона представляла из себя такое регулярное захолустье. То есть это была сетка улиц, обусловленная тем, что здесь располагалось большое количество воинских подразделений, скажем так. И только после того, как этот мост был наконец построен, Петроградка преобразилась. Именно поэтому ее называют заповедником модерна. Основное строительство, имеется в виду домов, например, таких, как за моей спиной, развернулось в самом начале 20 века. И что их характеризует, это совершенно иногда безбашенное оформление, безбашенный декор, который сопровождал все эти постройки. Вот, например, архитектор Владовский построил данное здание. И оно обошлось, кстати, заказчику, это было товарищество по устройству квартир для Петровского коммерческого училища, всего за тысячу рублей. Потому что архитектор Владовский сам был выпускником этого училища. Тысяча рублей за архитектурный проект это тогда было не очень много. Это была при... такая достаточно серьезная сумма для простого человека, надо сказать. Но за именно подобного рода деятельность это было вполне-вполне терпимо. Естественно, поскольку это было коммерческое училище, то на стене данного дома мы можем видеть маску бога Гермеса или бога Меркурия. Он был богом торговли по совместительству с богом воровства. И, естественно, поскольку это было Петровское коммерческое училище, то оно не могло обойтись без того, чтобы не расположить на своем здании лицо маскароны этого самого башка. Который на самом деле присутствует на огромном количестве фасадов в Петербурге, особенно если вы идете на Невский проспект. Это такую финансовую меку древолюционного Петербурга-Петрограда. И вот эта вот замечательная женщина, которая парит над Петроградской стороной. Кто-то ее называет гением славы, кто-то ее называет еще каким-то образом. С ней связано огромное количество легенд. Но она, на наш взгляд, олицетворяет как раз-таки стиль Петроградской стороны. Это то, что стало появляться и в начале 20 века. То, что является одной из наиболее характерных черт этого стиля модерн. Но это, на самом деле, конечно же, не самое безбашенное оформление фасада подобного здания. А вот какое самое безбашенное оформление фасада мы с вами в скором времени и увидим. Самым безумным образчиком петербургского модерна можно смело назвать вот это здание, которое находится у меня за спиной. Это дом, построенный по проекту архитектора Лешневского при участии архитектора Светлицкого. Он был таким подмастерием. Это была та ситуация, когда Лешневский уже был мэтр общепризнанный. Он возвел достаточно большое количество зданий в Петербурге, а Светлицкий только начинал свою карьеру. И как раз у него была возможность присоседиться, можно так сказать. Но многие архитекторы использовали такую тактику, я не знаю, там, Монферрана Штекеншнейдер, например. То есть фактически Монферран Штекеншнейдер и открыл. То же самое и здесь. Так вот, купец Алюшинский, который владел этим участком, он перекупил его у другого владельца. Он уже работал на самом деле с Лешневским при возведении достаточно известного дома городских учреждений на углу Вознесенского и Садовой. Тот дом, надо сказать, тоже поражает своим декором, но об этом мы поговорим отдельно уже, когда доберемся до него. А здесь изначально планировалось вот там на углу быть, планировали возвести башню. Но поскольку напротив уже была одна башня, которая была спроектирована еще архитектором Косяковым, то, соответственно, эту башню убрали туда, вглубь Малого проспекта, где, кстати, сделали такой элемент, как курдонер или курдонер, если говорить более по-французски, тем самым немножечко расширив достаточно узкую часть Малого проспекта. И затем уже по мере постройки этот дом начал обрастать совершенно какими-то нереальными персонажами. Потому что изначально в проекте были только медведи на самом-самом верху, которые держали непосредственно герб. А всего остального не было. Но, тем не менее, если приглядеться, то у нас возникнут такие достаточно стойкие ассоциации вот с этим безумным средневековьем, с готической архитектурой. Если по эти, ну, в ту же самую Францию, например, вот все вот эти вот горгулии, какие-то рожи, какие-то существа, прямо такие сошедшие с полотен боска. Так вот, здесь это представлено в полном объеме. И, судя по тому, как проходило строительство, идея о том, чтобы насытить фасад этого здания подобными, мягко говоря, нехарактерными для архитектуры предыдущих эпох персонажами, она родилась именно в процессе. Архитектор Александр Львович Лешневский построил немало зданий у нас в городе. Причем, как до революции, так и после нее. У него был достаточно значительный период во времена торжества авангарда. В эту струю он никак не попал. А вот затем, когда пошел перелом от авангарда к классицизму, вот здесь Лешневский нашел себя. Ему принадлежат проекты многих школ в городе Ленинграде, с которыми я познакомлю вас в своих следующих выпусках. Дому Лешневского, который находится у меня за спиной, не повезло. Это был его доходный дом, то есть дом, который он построил для того, чтобы извлекать прибыль. Удивительно, но в то древолюционное время, когда, в общем-то, основной доктриной нашей страны была православная вера, она была государственная, за хулу и богохульство, в общем-то, следовала статья. Но наличие на самом верху этого здания ворона, а также, ну как только его не называли, мефистофель, демон, вампир, в общем, тогда это мало кого смущало. Но мы уже видели, какие постройки делал Лешневский в своей карьере. Это самое, что ни на есть чертовщина бесовщина. Но вот пришли светлые демократические времена, и напротив дома Лешневского стали строить церковь. И в этой ли связи, или не в этой, изначально это было непонятно, демон куда-то подевался. В какой-то момент просто обнаружили, что его сбили с фасада. Кому он мог помешать? В древолюционном Петербурге, справедливости ради, уже был некий прецедент, когда коней, фланкировавших манеж, построенный по проекту Кваренге, это точно римские копии, их перенесли назад за манеж, потому что они смотрели прямо-таки на главный тот момент собор Российской империи, Исаакевский. Потом уже вернули при Сталине. И вот теперь стоит этот дом в таком вот, ну, как сказали бы, патетично настроенные граждане, ратующие за сохранение памятников культуры, что правильно, в обезображенном виде. А мы бы даже сказали еще более жестче, в кастрированном. Ворон по-прежнему смотрит на наш город. А вот Мефистофель, увы, есть, конечно, проект по его восстановлению, но когда это все осуществится, никому неизвестно. Всем желающим посетить мои экскурсии, спешу рассказать, что в следующие выходные в Москве их, к сожалению, не будет. Но будет две экскурсии в Петербурге. 26 мая, 19.00, суббота, противоречивание красов и тайные дворы. Там про много чего. Ахматова, Есенин, Есенинский адрес, ну и про Юсупову тоже будет сказано. В общем, масса интересного. В воскресенье 27 мая, тоже в 19.00, будет бизнес по-русски. Купцы, террористы и алмазы. Мы погуляем вокруг гостиного двора на Невском проспекте. Там вот что ни дом, то история. 30 мая, вечерняя экскурсия в среду в 20.00 по Исаакиевской площади и по Сенатской площади. Убийство министра и смерть Есенина. Расскажу про то, как Степан Балмашов застрелил министра внутренних дел Сипягина. Про восстание декабристов. Про то, где и как принимали Достоевского. Ну и, конечно же, про смерть вышеуказанного Есенина. В Москве наоборот. 2 июня в субботу будут две экскурсии в Москве. А в Петербурге, увы и ах. В Москве сначала погуляем по Армянской Слободе. Расскажу, как люди жили при свете без электричества. Там один из самых старых домов вообще Москвы будет у нас на пути. Ну а затем по многочисленным просьбам трудящихся будет экскурсия на Хитровку. И вокруг нее про самое злачное место столицы конца 19 века. Ссылки на все встречи есть в описании под этим выпуском. На этом все. Оставьте свои комментарии вот там. Увидимся. Пока.